Библейский портал экзегет.ру представляет 20 глава книги Иисуса Сына Сирахова, синодальный перевод, я его читаю для библейского портала экзегет. Ну и вот краткое содержание 19 главы «Помалкивай лучше». Я отметил в этой главе, что Иисус Сына Сирахов написал 51 главу, а нам советуют помалкивать. Как-то нелогично, не правда ли, что же он сам-то не следует своему совету. А вот бывают разные ситуации, и в 19 главе он очень тщательно, долго и подробно разбирает, в каких случаях лучше помалкивать. Во-первых, не принимай безосновательно суждения о других людях. Это может быть либо вранье, либо ты не знаешь всех обстоятельств дела, либо человек, может быть, вспылил и что-то такое сказал сгорячо, разово со всеми бывает. А ты из этого делаешь далеко идущие выводы, еще и другим пересказываешь. Очень вот такая тонкая, глубокая здесь мысль, мне кажется, абсолютно правильная. Но всегда ли лучше молчать? Гораздо лучше обличить, чем сердиться тайно. И обличаемый наедине предостережется от вреда. Как хорошо обличенному показать раскаяние, ибо он избежит вольного греха. То есть здесь не сказано всегда молчи, а есть одна очень важная оговорка. Если действительно ты уверен, что человек был глубоко неправ, скажи ему об этом наедине. Ну, кстати, как и в Евангелиях, да, обличи человека наедине, а потом при двух-трех свидетелях, если он не послушает, скажи уже всем, да. Так и здесь обличи наедине, потому что очень часто в таких случаях стараются максимально распространить информацию. Нет. Человек, который получает обличение наедине, предостережется от вреда, и он может показать раскаяние. Ты меняешь этого человека. И так он избежит вольного греха, потому что бывают грехи невольные, да, человек действительно, ну, не подумав, сделал, да, он не хотел, но так вышло. А когда ты его обличишь, он поймет, что он был неправ, и уже не будет делать этого впредь. И дальше неожиданный вывод, что пожелание Евнуха раслить девицу, то производящий суд с натяжкой. Но Евнух, он кастрат, да, поэтому у него желание-то может возникнуть, но возможности и нету. А производящий суд с натяжкой, неправедный судья какой-то, да, то есть тот, кто, ну, подгоняет судебное решение под заранее известный шаблон. Ой, как знакомо это все. И он такой Евнух, да, бессильный, потому что правосудие-то он раслить не может. Он хочет, но принцип правосудия, он существует помимо его возможностей и хотелок. Но, однако, все-таки нам напоминает Сирах, сокращенно мы его так называем, что лучше бывает все-таки же помалкивать. Иной молчит и оказывается мудрым. Русская поговорка, отлично молчи, за умного сойдешь отсюда. А иной бывает ненавистным за многую болтливость. Иной молчит, потому что не имеет что отвечать. А иной молчит, потому что знает время. То есть молчание само по себе не всегда золото. Вот обличит наедине бывает очень полезно. Но бывает молчание от глупости, ну, не знает человек, что ответить, от неразумия. А бывает, наоборот, от понимания, что сейчас говорить это рано. Мудрый человек будет молчать до времени, отчисловный и безрассудный, не будет ждать времени. Ну, первым что-то сказать, ой, как многие любят. Многоречивый опротивит, и кто восхищает себе право говорить, будет возненавиден. Тяжелый местами язык. В общем, кто настаивает на том, что всегда его слово последнее, того не любят люди. Бывает успех человеку козлу, а находка в потерю. Вот да, бывает так, что что-то и удалось, а хорошо не вышло. Есть даяние, которое не будет себе на пользу. И есть даяние, за которое бывает сугубое раздаяние. То есть человек меряет все такой ближней перспективы. Хочется ему что-то получить, и вот он радуется. А не всегда оно ему на пользу. Бывает унижение для славы, а иное унижение поднимает голову. То есть бывает унижение, которое, наоборот, возносит человека. Он, жаль, не приводит примеров, но я такие знаю. То есть человек, который проходит через какой-то очень непростой период жизни, он действительно становится другим и лучшим, и добивается гораздо большего. Иной малым покупает многое и заплатит за то в семь раз больше. То есть мы не знаем истинной цены вещей. На базаре и то цены меняются, а в жизни. Мудрое в слове делается любезным. Любезности же глупых останутся напрасными. То есть настоящая любезность, то, что приятно слышать, то, что привлекает к человеку, это мудрость в слове. А все эти попытки какие-то красивости говорить, они ничего не дают. Даяние безумного не будет себе на пользу, ибо у него вместо одного много глаз для принятия. Как-то непонятно. Даяние безумного. То есть человек вроде помогает себе, но сам не понимает, что. Потому что у него много глаз для принятия. Он отдает-то одним глазком смотрит, а чтобы назад забрать, у него этих глаз много-много-много, и все заведущие. Немного даст, он опопрекать будет много, и раскроет уста свои, как глашатый. На нее он взаем дает, а завтра потребует назад. Ненавистен такой человек Господу и людям. Ну да, мы знаем, что дал на пять копеек, а на сто рублей потребовал потом благодарности. Да еще и при каждом случае. Глупый говорит, нет у меня друга, и нет благодарности за мои благодеяния, съедающие хлеб, мыль, стивы языком. Здрасте, а разве Иисус Сын Сырахов не говорил того же самого несколько глав назад, что друзья очень часто, ну, друзья только пока у тебя все хорошо, и ты их угощаешь, а потом они куда-то пропадают, когда, наоборот, тебе нужна их помощь. И правда такое бывает. Иисус Сырахов говорит. Глупый говорит. Ну, так может быть, глупый это говорит, и глупость его в том, что он продолжает это делать, вместо того, чтобы прекратить. Как часто, и сколь многие будут насмехаться над ним. То есть, в том, чтобы сказать правильную вещь, еще никакой пользы для человека нет. Нужно научиться жить по этим правильным высказываниям. Преткновение от земли лучше, нежели от языка. Корявый язык, но в смысле лучше споткнуться и упасть физиономией в грязь, с чем сказать что-нибудь такое, что тебя уронит уже в глазах других, но не твое тело, одежду постирал, и все в порядке, а твою репутацию. Итак, скоро придет падение злых. Неприятный человек. Безвременная басня. Она всегда будет на устах невеж. Что такое безвременная басня? Ну, когда сказал какое-нибудь словцо, но не ко времени. И глупые люди, невежды всегда так и ведут себя. Притча Иисус глупого отвратительна, ибо он не скажет ее в свое время. Вот, у нас такое, кстати, в книге притчи Соломоновых было. То есть, притча-то сама по себе это инструмент. Как и любым инструментом, ей можно либо ранить, либо навредить, либо наоборот сделать что-то полезное. Иной удерживается от греха скудость, и в этом воздражении он не будет сокрушаться. То есть, много бы чего себе позволил, да денег не хватает на эти удовольствия. И вот он думает, что он праведен. Но это неправедность. Иной губит душу свою по робости, и губит ее из лицеприятия к безумному. Что значит губит душу свою по робости? Он боится возражать. Его берут на слабое, или ему приказывают, или его как-то вынуждают. И он, ой, ну ладно, но может быть как-нибудь. Но он губит свою душу этим. Мало бывает маньяков, которые всерьез любят злодейство. Но очень много людей, которые соглашаются с этим, чтобы не было лишних конфликтов. Иной из-за стыда дает обещание другу, и без причины наживает в нем себе врага. Неловко отказать. Обещаю. Но потом ты не смог сдержать слова. А тут обиделся. Он твое обещание всерьез воспринял. Ой, сколько такого бывает, да. Когда люди обещают то, что так приятно обещать, а не то, что они всерьез собираются сделать. Злой порог человеке ложь. А это ведь все то, что было вышеназвано, это и есть разновидность лжи в устах. Невежда она всегда. Как это, что невежда никогда не говорит правды? Да, в общем-то, да, потому что он не понимает сам. Он говорит то, что ему приятно говорить, то, что его вынуждают говорить, то, что ему выгодно говорить в данный момент. Но это все неправда. Он не имеет в виду того, что он говорит, даже если он будет говорить, что дважды два. Лучше вор, нежели постоянно говорящий ложь. Но оба они наследуют погибель. Разве лучше вор, чем лжец? Вор отнимает у других. Так и лжеца отнимает. Но вор отнимает что-то материальное. Лжеца отнимает правду. Это хуже. Поведение лжевого человека бесчестное, и позор его всегда с ним. Смотрите, это тема покаяния, которая была на счета несколько глав назад. И вот здесь перечисляется очень много таких практических вещей. Собственно, от покаяния мы даже уже ушли. Что есть добро, что есть зло, и как это работает. Иисус Сан-Серахов продолжает традицию книги притчи, Экклезиаста, Иова, но он гораздо более тонко и глубоко все эти вещи разбирает. Традиция — это значит рост, преумножение, не просто повторение того, что было сказано. Мудрый в словах возвысит себя, и человек разумный понравится вельможам. Ну, в притчах прям почти так же. Возделывающий землю увеличит свой сток, и угождающий вельможам получит помилование в случае неправды. То есть давай вот будь мудрым, трудись и угождай вельможам. Ой, как-то последнее не вписывается. А вот здесь, с одной стороны, высокая истина, а с другой стороны, практические наставления. Имей своего человечка там вот при царском дворце пригодится. Вот да, древний Ближний Восток. А сейчас что, не так, что ли? Тоже люди так думают? Ну, правда, в случае неправды, то есть тебя оклевещут, а твой заступник при царе тебя оправдает. Ну, если так, разве что. Угощение и подарки ослепляют глаза мудрых, и как бы узда в устах отвращают обличение. Вот заодно и подсказочка, как там при дворце свои дела уладить. Скрытая мудрость и утаённое сокровище. Какая польза от обоих? То есть мудрость должна быть явлена, работать. Лучше человек, скрывающий свою глупость, нежели человек, скрывающий свою мудрость. Трудно с этим не согласиться. Удивительная всё-таки книга. Вот такое сочетание высокого богословия, очень тонких психологических заметок и вот таких, знаете, фраз из отрывного календаря. Вот как уладить свои дела. Вот неканоническая книга Ветхого Завета, то есть та, которая в Священное Писание вроде бы как и входит, но где-то на границе. Она прямо вся такая пограничная. Мне кажется, она нам очень интересна, прежде всего, как такой комментарий к книгам мудрости каноническим, который идёт дальше них, глубже них, а местами, наоборот, может быть, переводит всё в разряд каких-то вот простых таких лайфхаков, как это сегодня принято называть. Продолжение следует...